Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». В апреле в нашем городе состоится международный фестиваль искусств «Вдохновение». И сегодня у нас в гостях главный организатор этого фестиваля Владимир Кованов. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Добрый день! Я не знаю, я раньше никогда об этом фестивале не слышала. Он у нас впервые в городе проводится? Он и у нас в городе впервые, он вообще проводится впервые, потому что сама идея этого фестиваля возникла в ноябре 2013 года. И сначала это, конечно, казалось просто фантастикой, потому что работать пришлось очень много, и сама идея вот этого фестиваля объединения разных искусств, она не всеми принимается и не всеми понимается. Ну вот чтобы нам, телезрителям, в том числе было понятно, фестиваль искусств, что он будет из себя представлять? Ну, чтобы было понятно, надо немножко рассказать предысторию. Есть такая организация, Art of Inspiration, искусство вдохновения, Владимир Андреев и его друзья. Ее создатель и вдохновитель Владимир Андреев, наш соотечественник, он уже более 20 лет живет в Нью-Йорке, сам он режиссер, актер, сейчас он и фотограф, дизайнер, видеооператор, то есть совмещает очень много всего. И около 10 лет назад у него возникла мысль вот этого объединения людей искусства, причем независимо от вида искусства, которым они занимаются. И эту идею он реализовал. Вот возникла вот такая организация Art of Inspiration. Она объединяет и фотографов, художников, музыкантов, певцов, скульпторов, в общем, там масса людей. Ну, главный критерий какой? Люди причастны к искусству. Не только по России, но и за рубежом. Это на данный момент, вот если я не ошибаюсь, вот Art of Inspiration объединяет людей из 25 стран. Проводятся выставки, проводятся концерты. Так что у нас в Рязани впервые Art of Inspiration появилась, вот выставка, эта организация появилась в 2012 году. И мои студенты участвовали в этой выставке своими работами. И потом как-то так вот контакты наладились, закрутились. И мы в результате с Владимиром Андреевым сделали здесь по Рязани и области 6 выставок. Даже побольше, наверное, побольше. 7 или 8 сейчас. Тоже что-то уже много, все это уже избилось. Мы делали и в Рязани, мы делали и по районным центрам Рязанской области. И везде вызывало это очень большой интерес. Конечно, на первый взгляд у людей всегда возникает чувство недоумения. Потому что, ну как, в одной выставке объединяются работы людей, которые, ну, казалось бы, абсолютно рядом не должны стоять. Потому что фотографии и живопись. Ну, на всех выставках мы привыкли видеть это отдельно. Затем совершенно разные течения, совершенно разные направления. Как в фотографии, так и в живописи. Но, казалось бы, вот эти несоединимые вещи, они прекрасно соединяются и очень здорово смотрятся. Ну, в чем же вообще вот задача? Дать людям возможность показать себя. Потому что люди, живущие, допустим, где-то, ну, в крупных городах, да, там возможностей больше. Если человек живет в каком-то отдаленном городе или селе, есть возможности самореализации и показать то, что он делает, конечно, они гораздо меньше. А потом выйти на международный уровень, допустим, показать свои работы в разных городах, даже нашей страны, это тоже большая проблема для какого-то одного человека. А здесь вот объединившись, появляется вот такая возможность. Но теперь уже это не просто выставка, а целый фестиваль. Да. И вот в прошлом году родилась такая идея сделать фестиваль, то есть сделать вот это объединение людей, искусств, физически зримым, чтобы вот действительно люди собрались вместе. Фестиваль будет проходить у нас 18-19 апреля. Три основные площадки, значит, две большие выставочные площадки, это Рязанское художественное училище и Музей истории молодежного движения. И еще площадка – это Дворец молодежи. Ну, Дворец молодежи, там у нас будет выставочная площадь, не очень большая, но там будет большой концерт. Вот, что там будет, я еще пока сам с трудом представляю, потому что сюда подключился творческий центр «Филинс», а у них идей очень много, и они очень интересные, иногда такие с сумасшедшенкой, такой хорошей, здоровой. Ну, я думаю, будет интересно, потому что вот 19-го это будет во Дворце молодежи, там на сцене должны выступать, вот на сегодняшний день, я четко знаю, четыре коллектива. Плюс там будет, значит, показ модели одежды, там выставки, плюс еще танц. Коллективов, я так думаю, будет еще больше, потому что собирается приехать у нас из Москвы, вроде бы собирается приехать из Владимира музыканты, и поэтому, что в конечном результате будет, пока сказать сложно. Но я думаю, будет интересно. Фестиваль международный, это уже предполагает каких-то гостей из зарубежа. Ну да. Значит, во-первых, у нас будут экспонироваться работы зарубежных авторов. Во-вторых, приезжает на фестиваль Владимир Андреев, то есть, ну, скажем так, отец-основатель всего этого. На фестивале какие виды искусства объединятся, помимо живописи и фотографий, это мы уже поняли. Так, значит, там будет, музыканты будут, певцы, танцоры, будут дизайнеры одежды, будут актеры. Ну, по-моему, да, внушительно. Ну, а кроме работ каких-то зарубежных деятелей искусств, их самих-то можно будет увидеть? Пока боюсь говорить. Потому что люди хотят приехать, но, понимаете, здесь всегда возникает очень большой финансовый вопрос. Получится, значит, приедут. Потому что хотел приехать Артем Миралевич, художник, он в Соединенных Штатах достаточно известный. Он сейчас работает во Франции. Он хочет приехать. Получится у него или нет, я не знаю. А как вообще в дальнейшем планируете этот фестиваль проводить ежегодно? Или это такое разовое мероприятие? Ну, мы надеемся, что это не разовое мероприятие. Вообще в идеях как? То есть проводить его, допустим, один год проводить здесь где-то в России. Но Рязань – это стартовая площадка, потому что впервые эта идея обкатывается, впервые она делается. То есть здесь мы хотим выявить все вот эти подводные камни, набить шишки, которые, естественно, набьются. То есть, ну, что-то мы, может быть, не то сделаем или не успеем, или еще что-то, то есть вот это все обкатать. Затем он должен, как сказать, ответ на фестиваль, он должен проводиться в Нью-Йорке. То есть мы планируем вот так вот. Год в России, год в Нью-Йорке. Год в России, год в Нью-Йорке. Но как это будет в реале, ну, посмотрим. А почему же именно Рязань была выбрана вот такой стартовой площадкой? Ну, может, потому что мы такие бросаемся в омут с головой. Нет, ну, просто у нас же совсем рядом Москва, да, столица России, Санкт-Петербург опять же. А вы знаете, вот как ни странно, но в крупных городах организовывать это гораздо сложнее. Потому что вся вот эта работа, все проведение, организация фестиваля, проведение выставок, это идет без какого-либо финансирования. То есть это идет все на энтузиазме людей, которые все это делают. И деньги берутся либо из личных средств, ну, либо, ну, кто-то чем-то там слегка поможет. А вот вы говорите Москва, Питер. Мы пробовали, но сразу первый вопрос, сколько вы нам заплатите? Здесь ведь как, вот к тому, почему Рязань? Рязань, мы как-то привыкли к этому, что у нас-то так, все. На самом деле Рязань среди остальных городов отличается чем? Во-первых, достаточно большое количество выставочных площадок. Немногие города этим избалованы. Потом у нас очень большое количество творческих людей в любой области искусства, какой бы мы ни взяли. И поэтому, может быть, это как раз и оправданно, то, что вот именно в Рязани проводится. Спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли, рассказали об этом замечательном фестивале. Я надеюсь, что наши телезрители примут это к сведению и обязательно посетят выставочные площадки этого фестиваля. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова